Значит, выполняются 2-2 скрутки. Значит, мы поделали, начинали, сделали стопу, бедро, внутреннюю поверхность бедра и голени, сделали 5 движений на спине, 5 движений, прошли область лопатки, продавливающими движениями, затем поработали с кистью, серия движений, и у нас 2 скручивания. Исходное положение для первого скручивания. Значит, нога, которая находится между ног клиента, пациента, находится в таком случае, мы стоим на коленке, вот фиксируем здесь плечо, здесь фиксируем коленку. И скручивание, скрутку позвоночника, выполняем очень бережно и очень мягко, одновременно продавливая на плечо и на коленку. За коленку мы больше держим, потому что, ну, чтобы она не отклонилась в сторону, не уехала, для того, чтобы был эффект от движения. Но здесь, в данном случае, растяжка, гибкость позвоночника хорошая, нет определенного усилия, как бы, противодействия, потому что в зависимости от степени гибкости человека, которого мы делаем, диапазон не всегда позволяет выполнить полностью на всю катушку движение. То есть, у некоторых вот плечо уходит полностью, ложится на пол, а у некоторых буквально там небольшой диапазон уже идет такое сопротивление. В таком случае нужно поймать вот эту точку сопротивления, немножко продавить и затем перейти на следующее движение. Следующее движение очень важно, тоже выполнить его правильно. Быстрый повтор, значит, оттаптывание стопы, первое движение, второе движение, оттаптывание голени и бедра, значит, вверх опускаемся вниз, еще раз вверх проходим, опускаемся вниз, прорабатываем точную проработку меридиана, поднимаемся вверх и также спускаемся вниз, обходим подколенную область, это очень важно, с нейтронируемый лимфоузел, и затем садимся 15-20 секунд в таком условном положении. Держим равновесие, после этого перекатываемся в сторону и переходим к работе со спиной. Значит, спинка, пять, базовое движение. Первое движение вдоль, продавлено вдоль позвоночника, спускаемся вниз. Второе движение, по брюшку мышцы, продавлено до середины лопатки, приблизительно спускаемся вниз. Третье движение, отковыривание, отдавливание от позвоночника, спускаемся вниз. Четвертое, придавливание к позвоночнику снизу. Чем начинаем, тем и заканчиваем движение. Пятое движение, то же самое, придавливание вниз к позвоночнику, только уже с другой стороны, сверху. Пять движений. Работа с лопаткой. Заводим. Здесь проходим вдоль, продавливаем, обращаем внимание на исходное положение. Локоть, коленка. Проходим вверх, вниз. Можно выполнить это движение несколько раз. На 2-3 минуты это решается на данном движении, но очень комфортно. Вот. Работа с кистью. Разминание. Глубокие разминания кисти. Сразу после этого в разорвленном положении продавливание. Заглаживающее движение. Движение излома. Повторюсь, чередование дальнейшей последовательности не слишком принципиально. Всевозможные растяжки. Поперечные, продольные. Работа с каждой фалангой. Точечное продавливание. Продавливание. Всевозможные разминания кисти можно чередовать между движениями на растяжку пальцев. То есть после каждого движения можно выполнять такие продавливания. Поскольку они очень хорошо разминают связки, субстанчики. Ну, натяжение пальца. Вот. То же самое выполняем скручивание номер один. и затем перебрасываем ручку. Делаем скручивание. Номер 2. Аккуратно поднимаем. Раскачиваем. Нужно себя чуть подтянуть. И аккуратно, мягко, полно опускаем. На этом начальная работа со спиной. Положение лежа на правом или левом боку закончилось. Следующее исходное положение будет лежа на животе. Сizo. ДИНАМИЧНАЯCIA Слиз cl Sanskrit Скошем. Скошем. Продолжение следует... Вдjäต 피부